Всем привет, с вами FirstOne и сегодня мы сделаем обзор на приложение DragBitva ВКонтакте. Саня Меньшиков предложил мне сделать обзор на это приложение, так что давайте посмотрим. Так, в самом начале какой-то парень в белом шлеме мне тут, я не знаю, он над чем-то на Звездные Войны похож, совсем отдаленно, правда. Говорит, привет, я Вася. Здорово, Вася. Очень хорошо, что ты заглянул к нам в гараж. Ты наша последняя надежда. Не знаю, что там у ребят, что у вас случилось. Дело в том, что у нас через 10 минут квалификационный заезд, а наш пилот плохо себя чувствует и за руль ему никак. Чем я могу помочь? Твоя задача? Я думал, заменить нашего пилота на время. Блин, я думал, я сейчас попробую там как-то откачать их старого, заплеванного, набухавшегося пилота, а мне надо самому садиться за руль. В проведении квалификационных заездов на время будет несколько попыток. Цель проехать квотер меньше, чем за 12,5 секунд. Этого достаточно, чтобы мы прошли в соревнования, сам понимаешь. За нами не заживеет, согласен? Согласен. Я в тебе не ошибся. Вот машина, на которой ты будешь выступать. Это Nissan GTR. Наши механики над ним изрядно потрудились, зарядили его по полной. В этом за звери 500 лошадиных сил, полный привод, установлена система впрыска закиси азота. С таким табуном под капотом ты легко справишься с постановленной задачей. Так, а как им управлять? Все очень просто. У нас есть немного времени для обучения. Садись в машину. Вот шлем с системой двухсторонней связи. Одень его и слушай мои команды. Тут как раз за боксом есть участок прямой дороги, где нам никто не будет мешать. Готов? Отлично. Я не знаю, меня сейчас какой-то парень будет учить управлять машиной. При всем при этом я у него спрашиваю, а как ей управлять? Я не знаю, лучше бы он сам сел за нее и проехал. Раз им так нужен хороший гонщик. Каковым я, судя по всему, не являюсь. Так, как слышишь меня прием? Слышу хорошо. Замечательно. Итак, пробежимся по управлению и приборам. Все очень просто. Главное не отвлекайся. И внимательно меня слушай. Твой главный прибор это тахометр. Трахометр. Вот он. Вот он. Глядя на него, ты будешь знать обороты двигателя в текущий момент времени. А это очень важно. Именно по оборотам ты будешь переключать передачи. На этой машине оптимальный крутящий момент достигается на 7000 оборотов в минуту. Это понятно? Так, ясно. 7000 оборотов на семерке. Переключаем передачу. Кажется так. Да, все понятно. Вот эти приборы показывают давление турбин и количество азота в твоем баллоне. На весь заезд азота тебе не хватит. Поэтому используй его только тогда, когда тебе нужна будет прибавка мощности. Как правило, на первые сотни метров трассы азот дает возможность отыграть корпус. А то и два. Так, ясно. В самом начале, короче, они мне предлагают азот использовать. Так, а это что такое? А, это мощность турбины. Так, ну да, все понятно. Теперь к управлению. Так, все, что тебе нужно, это педаль газа и рычаг переключения передачи. Для управления педалью газа используй эту панель. Щелкни левой кнопкой мыши на панель и подвигай курсором передачи. Тянешь вверх, дроссельная заслонка открывается, тянешь вниз, закрывается. Чтобы выдать педаль газа в пол, нажми, можно нажать пробел. Но я думаю, нахер мне тут что-то тянуть, я просто буду жать пробел. Скорости переключать тоже довольно просто. Чтобы включить скорость и повысить передачу, жми клавишу S или стрелку вверх, чтобы понизить X или стрелку вниз. Текущая передача отображается слева от тахометра. Ну вот, по управлению все, готов проехаться. Нажимай педаль газа и переключай передачу, как только будешь готов. Так, ну, так, что там? Нажимай педаль газа и переключай передачу. Ну ладно, я готов, поехали. Так, что там, на семерочке? Ну, маленько поторопился. Давай, маленько азотика, передачу, еще азот. Так, все, азот кончился, да? Так, четвертая передача. Че, что-то мы затормозили. Отлично, ты, наверное, заметил, что слева у тебя появилась карта трассы. Она показывает твое положение на трассе. Зеленая иконка – положение твоего автомобиля. Белая – положение твоего соперника. Так, не вижу я там соперника. Довольно полезная штука. При помощи нее ты всегда будешь знать, какое расстояние осталось до финиша. Отлично. В любых заездах будешь стартовать по сигналу светофора. Мы называем его елкой. Вот он, у него есть желтые, зеленые и красные лампы. Когда загораются желтые лампы до старта, остается несколько секунд, и тот должен приготовиться к старту. Выкрутить двигатель на нужные для старта обороты и приготовить переключатель скорости. Так, когда загорится желтый, я, короче, жму на газ, да? Как только загорится зеленый свет, втыкай первую передачу. Время, которое ты простоял при зеленом свете, называется задержкой на старте. Чем меньше это время, тем больше шансов на победу. Помни об этом. Так, бывает, что нервы не выдерживают, и ты трогаешься раньше зеленого сигнала. Елки. Это фальстарт, при котором загорается красная лампа. Один фальстарт прощается. В случае повторного фальстарта засчитывается поражение. Так что поаккуратней, не торопись. Так, ясно. Не больше одного фальстарта. Да, забыл сказать. О настройках графики и положении камеры. Графику ты сможешь менять. Ладно, это мы там уже сами разберемся. Ну вот, основные навыки управления ты получил. Как будешь готов к заезду, скажи. Ну что, я готов? Давай. Когда желтый, короче, газуем. Ой. Когда зеленый, скорость переключаем. Так, азотику маленько подбаем. Так, даже не успел я до следующей передачи доехать. Так, что тут у нас? Я на скайнлайне 32. Скорость реакции там 0,6. Не знаю, хорошо это или нет. Разгон до 100 км в час за 5 секунд. Скорость на финише 143. Время финиша 15 секунд. Так, я даже не помню, во сколько мне там надо было уложиться. Ну ладно, отлично. Надеюсь, ты разобрался, что к чему. Если нет, то мы можем вернуться. У нас осталось еще немного времени до начала заезда. Если ты считаешь, что уже готов, то собираемся и едем на Дрэкс. Да, давай на Дрэкс Трип я готов. Так, опять какая-то загрузка тут. Довольно-таки медленная, не знаю. Вообще, Дрэк Рейси, наверное, предполагается, что ехать надо по прямой. Там не надо какую-то особо огромную глобальную карту загружать, которая будет вправо-влево. Ну ладно, вроде не так уж и долго. Давайте. Ну давай, последний процент уже тикай. Мы готовы ехать. Так, твой первый боевой заезд. Назад пути уже нет. Ты, главное, не нервничай. Не просыпи старт и не допускай фальстарта. Как только тронешься, врубай закись, нажав кнопку Shift. Раскручивай движок на полную и вперед к победе. Ладно, начнем. Э, что такое, почему я не еду? Я же вроде педаль газа. Что-то вообще ничего не понимаю. Передачу вроде переключаю. Да что такое? Что за ерунда? Педаль, давай. Во, какая-то ерунда вообще тут произошла. Не знаю. Ребята, я вроде все делал так же, как до этого, только что-то ничего не произошло. Ничего страшного, есть еще несколько попыток. Но давайте еще повторим. Так, что, теперь фальстарт, да? Давайте, еще одну мне. Так, не нервничай. Так, ну все, я не нервничаю. Давайте, светофор. Пошел. Первый, желтый, второй. Набираем обороты. Включаем скорость. Да, блядь, опять фальстарт. Что, меня теперь дисквалифицирует? Так, не нервничай. Ну ладно. У тебя пока мало опыта для этого, жди зеленый. Так, ладно, жду зеленый. Давайте. Врубаю газ. Зеленый загорелся, первая скорость. Вторая. Третья. Да, блин, что такое? Давайте пропустим. Критическая ошибка. Да что ж такое-то? Ну ладно, я вроде проехал, несмотря на все эти ошибки, которые выплывали у меня на мониторе. Красавчик. Гоночные навыки у тебя в крови. Наша команда прошла в соревнования только благодаря тебе. Но я не знаю, как они не могли вообще пройти в соревнования, учитывая, что у меня тут весь монитор в каких-то непонятных ошибках был. Так, я обещал, что мы не останемся в долгу. Вот тебе подарок. ВАЗ-2101. Блядь, вот так счастье-то. Он, конечно, древний, достался мне еще от деда. Но движок довольно бодрый. Непаханное поле для тюнинга. Машина стоит в гараже. Мы ей не пользуемся, так что на первое время он твой. Так, давайте пойдем в гараж. Вот это твои владения. Гараж на 4 машины. Так что, как заработаешь на другую тачку, будет куда поставить. Ну что ж, удачных заедов. Будут вопросы, всегда сможешь найти меня в группе. И да, я время от времени буду подкидывать ей работенку. Так что не попрощаемся. Так, ладно. На этом мы закончили свое обучение. Нам что-то дали 5000 бабла. Что это, 100 опыта. И там какие-то УЕ. Так, что у нас есть в гараже. У нас в гараже есть ВАЗ-2101. Это, по-моему, просто великая удача. Лучше машины я и не мечтал. Отечественный автопром рулит, наверное. Так, что тут у нас? Машина. Давайте машина. Так, тут, видать, я так понимаю, наше оборудование у нас. Тут что-то нету нагнетателей. Нету нагнетателей. И нету интеркулеров. Так, показатели. Вот такие вот показатели. Я не знаю, крутящий момент, мощность, расход воздуха. Ну, короче, какие-то зеленые горки тут есть. Видать, кто-то в это втыкает. А я не буду с этим заморачиваться. Так, давайте, наверное... Что-то не хватает, да, у меня машина? Нагнетателей и не хватает интеркулеров. Надо их, наверное, купить. Что тут еще есть? Статистика, казино. Давайте в казино зайдем. Так, играть бесплатно. Здорово. Давайте сыграем. Халяву я люблю. Так, гаечные ключи, гаечные ключи. Так, что мне дают 50 УЕ и 200 опыта? Ну, по-моему, это круто. Так. Больше я играть бесплатно не могу. Для этого надо подождать 2 часа, да? Ну, ладно. Пока что не будем тогда заморачиваться. Что у нас еще есть? Покраска, тюнинг, стайлинг. Автосалон. Отправиться в автосалон для покупки нового автомобиля. Ну, я не знаю. На 5000 рублей, наверное, кто не купишь. Даже ВАЗ-2101 не купишь. Ну, можно так, что вот это магазин. А, это премиум предметы. Нет, это не для меня. Умение. Давайте умение. Так, я могу. Я ничего не могу. Я могу прокачать механика. Да, похоже. Что он дает, хоть тут написано. Позволяет устанавливать более сложные запчасти и ускорить установку. Также является необходимым для изучения дополнительных навыков. Так, ну давайте прокачаем механика. Да, я хочу изучить механика. И могу я тут еще прокачать, не знаю, спец по выпуску, что это такое. Позволяет устанавливать фильтры и ресиверы. Так, фильтры и ресиверы. Погодите, я забыл, чего нам не хватает. Нам не хватает нагнетателей и интеркулеров. Ребят, где ваше умение? Мне нужны нагнетатели и интеркулеры. Позволяет устанавливать турбины и нагнетатели, да? Давайте. Мне нужны нагнетатели. Так, давайте, где у нас там? Так, тюнинг для покупки комплектующих. Да, блин, что ж тут везде какие-то загрузки долгие. Так, что? Нагнетатели. Мне нужны нагнетатели и интеркулеры. Так, ты что? Такое. Турбина рассчитана на малый раз исход воздуха. Так, компрессия, сопротивление. Так, вот я могу купить какую-то турбину Т13, да? Нет, не могу. Она стоит 30 тысяч. Так, а вообще что-нибудь я могу на свою Ладу купить? Движок, например. Так, 12 тысяч. Есть вот за 14. Но это на Ладу 2108. Но, наверное, я тоже могу поставить на свою. Так, что еще? Красное, наверное, я вообще не могу, да? Так, что еще есть тут хорошего? Может быть, подвеска? 5 тысяч рублей. Как раз могу все свои бабки убить на подвеску. Так. А где вообще сравнить? У меня же есть какая-то подвеска. Вы мне хоть скажите, она круче моя или хуже? Так, давайте что-нибудь охлаждение, например. Вентилятор, радиатор, спецоборудование, вилка там, я не знаю. Так, установка. Время установки спецоборудования уровень 1. Кузовные работы уровень 1. Время установки 35 минут. А снятие 27 минут. Потому что у меня есть механик первого уровня. Так, а, наверное, я сам не смогу снять, да? Потому что у меня вот этих навыков нету. Это они необходимы. И это значит, что мне надо будет обращаться к мастеру в салоне. Так, вот это ерунда. Расскажите мне про нее что-нибудь. Вот, информацию. Может, купить. А, ну я не могу. Да ладно, наверное, ничего я не могу купить, да? Поэтому давайте мы, наверное, вернемся к себе в гараж. Что мы можем куда-нибудь? Так, вот. Работа, кстати. Работа. Что тут? 980 рублей. Три опыта за один час. Ну, я так понимаю, наверное, как в многих играх. Если я отправлюсь на работу, то я не смогу поездить. Так что давайте куда-нибудь. На гонку какую-нибудь. Так, что тут есть? Тренировка. Осталось 38 штук сертификатов с игроком. Но я не знаю. Я же на ладе еще не ездил. Наверное, мне надо на тренировку. 402 метра тут на время. Давайте начнем. Вот, кстати, что я знаю, да? Про драг-рейсинг. Это вообще, как правило, заезды по прямой на, по-моему, четверть, то ли на, по-моему, да, на четверть миля. Или на одну-вторую. Вот это как раз 402 метра. Там есть, конечно, заезды и на милю 1600, и на полмили. Так, тут я завтыкал что-то. А, у меня вообще, у меня лады без этого, без закиси азота. И, вон, при 5000 оборотах ее, похоже, надо переключать. Ну, ладно, будем работать как есть. Ну, давай, детка, набирай свои обороты. На третьей скорости мы заканчиваем тут. Я не знаю, как на такой машине вообще ездить. Скорость реакции 1.4. Не знаю, хорошо это. Скорость на финише 73 километра в час. Разгон до 100 километров в час. Не было разгона, ребят, до 100 километров в час никогда. Не знаю. Хотелось бы мне еще попробовать. Но не знаю, я пока очкую против игроков. Можно я еще потренируюсь, чтобы не казаться уже полным убожеством. И так, что на ладе. Так, тем более, я тут как-то стартанул нехорошо. Я обороты не набрал в самом начале. И так понятно уже, что закиси азота у меня почему-то на ладе нет. Так, давай. Ждем желтый свет. Набираем обороты. Включаем первую. Вторую. Третью. Боже, хочу я тут набрать 100 километров в час. Но, похоже, на этой машине это невозможно. Давай, детка. Давай, до 5000 оборотов. Мне нужна четвертая скорость. Нет, не успеем набрать. Не успеем набрать четвертую скорость. Но, по-моему, этот круг я уже лучше проехал. Реакция у меня там старт. Ну, не знаю, по-моему, примерно такие же показатели. Не помню я, какое у меня было время финиша в прошлый раз. Так, ну, до 100 километров я так и не разогнался. Не знаю, может, все-таки можно что-нибудь? Где у нас тюнинг? Тюнинг. Спецоборудование. Хочу эту. Хочу закись азота. Стоит 25 тысяч. Система впрыска закиси. 40 тысяч. Баллон для закиси. Да мне это все в копеечку влетит. Нет у меня таких денег. Ладно, похоже, ничего не остается тут для игроков, кроме того, как в самом начале ездить на жалкой ладе. Так, что тут ставка 20 у Е. Ставка 100. Лада 21. Вот, 0,1. Ставка 111. И вот ставка 100. Давайте сюда. А, у меня уже есть какая-то заявка. Ну что, кататься будем или нет? О, вот у нас загружается карта. Сейчас мы с кем-то будем тут кататься. Надеюсь я, что мы его сделаем, что у него не какая-нибудь тюнингованная машина. Э, у него сзади бампер есть, а у меня нету. Или это... Да, у него и капота нету. Или это у меня нету. Так, ожидаем подключение соперника. Осталось 20 секунд. А что случилось с моим соперником? Куда он пропал? Так, вот, наконец-то загорается у нас тут светофор. Да, блин, он уже улетел. Ребята, надо его как-то догонять. У него, похоже, закись есть, или я не знаю. Или просто он умеет ездить, а я нет. Не, вы смотрите, он же тоже на... Может, надо как-то раньше передачи переключать на этой машине? Может, не 5000 оборотов? Ну, не знаю. Он умчался далеко, а я потерял свое бабло. Так, скорость реакции 0.3, разгон до 100... О, я что, 100 километров? А, нет, это он до 100 километров разогнался. Короче, он закончил за 16 секунд, а я за 27. Это вообще никуда не годится. Он до 100 километров за 8 секунд разогнался. Да так на крутых тачках разгоняются, да, или там как? Ну, нет, там, конечно, за несколько вообще секунд. Так, ну что делать-то, ребята? Надо как-то... Надо что-то понять в этой жизни. Машина, да? Движок. Ну, это все дорого. Да, наверняка тут уже многие игроки просто на ВАЗ-2101 затюнингованным любят гонять. И вот таких вот новичков, как я, накалывать. У них уже, наверное, машины крутые, не знаю. Так, что сделать я могу тут? Охота мне все-таки что-нибудь купить, чтобы быть покруче. Может, я могу какой-нибудь маховик купить, вот, третий. Допустимые обороты 8500. Да я выше 5-ти практически не поднимаюсь. Что еще есть хорошего? КПП. Что такое КПП? Коробка переключения передач, наверное, да? КПД, ступеней. Даже не знаю. Я вообще не понимаю, я в машинах совсем не бум-бум. Без понятия, чем не надо, просто. Ну, давайте купим маховик, наверное, это круто. Нет, маховик мы не купим, он стоит 9500. Давайте тогда что-нибудь другое купим. Турбина есть какая-нибудь? Турбина мы уже сотрели. Охлаждение, давайте вентилятор. Вентиляторов нету. Давайте трансмиссию купим. Так, тут мы уже были, да? Дифференциал нам нужен какой-нибудь? Вот сколько ты, допустим, стоишь? 16000. Так, а что тут? Есть впуск? А, вот воздушный фильтр. Есть дроссель. О, есть дроссель турбо какой-то за 9000. Есть ресивер. 11000 стоит. Интеркулеров нету. Так, ну давайте, давайте, я не знаю, давайте купим вот фильтр за 1200. Да, я покупаю тебя. Давайте еще что-нибудь купим. Дроссель можем купить? Нет, дроссель не можем. Ну ладно. Давайте вернемся в гараж. Что, где тут наша машина? Вот он, фильтр, да, у нас второй. Это то, а это фильтр первый. Чем отличается фильтр второй? Вот такие вот характеристики. У него масса 300 грамм, а время так. И вообще больше никаких характеристик я его не вижу, ну кроме вот давления, да. А ты, ну-ка, давай тебя посмотрим. Ну, блин, не знаю. Тому, кто разбирается, тот, наверное, поймет, а я вот лично ничего не понимаю. Так, смотрите. Фильтр номер один. Я его могу снять. А этот могу установить. Устанавливать я его буду 6 минут. Слот уже занят. Ну ладно, давайте не будем 6 минут париться, это же долго. Давайте просто поедем куда-нибудь еще с кем-нибудь, погоняемся без фильтра. Ну вот, опять Лада 21.01, ставка 100 рублей. Это не тот же, кстати, парень. Это вроде Владимир какой-то Кириллов, который умеет играть на скрипке. Я надеюсь, что он только на скрипке и умеет играть на машине, он вообще ездить не умеет, прав не имеет и обязанностей тоже. Так, чё, я вроде с ним уже согласился, да? А, заявка принята уже. Давайте создадим свою заявку. Чё, ставка? Сотка? Не знаю, чё, никто со мной ездить не хочет. А вот принял кто-то мою заявку, давайте с ним. Да что же, заезд не может быть запущен, какая-то ошибка. Видно, что в этой игре еще как-то много каких-то багов. Так. Вот, Лада 21.01. Поехали. Я принял вызов, ожидаем подтверждения, окей. Вот, всё, сейчас мы погоняемся. Ну, надеюсь, с этим уже врагом я как-то справлюсь получше. Вообще, конечно, разработчики молодцы, что сделали игру по драгрейсингу. Кататься надо по прямой, заморачиваться особо не надо с программированием. Сделал одну улицу и всё. Так, чё? А, наш оппонент сделал фальстарт. Может быть, это хороший знак. Может, значит, что он такой же нуб, как я. Может быть, я нуб чуть-чуть получше, чем он. И я, наконец-то, могу кого-то сделать. Так, давайте, где наш светофор? О, да, я стартанул быстрее, чем он. Ребята, я рад. Он отстаёт. Мы набираем скорость. Нам, ему уже нас не догнать. Давайте, вот, пять с половиной тысяч оборотов примерно максимально, что я могу выжить. Да, блин, он догоняет. Смотрите, он за нами прям след-след едет. Я не знаю, может, раньше надо передачу выключать. Ну, ладно, мы уже вот так вот проедем. Да, мы его обгоняем. Отлично, мы сделали его. Так, нос в нос мы с ним ехали. Я его побеждаю. Мне дают 100 рублей, 60 опыта, 5 репутации. Это очень здорово. Можем мы что-нибудь, какое-нибудь умение прокачать? Нет, пока не можем. Давайте, давайте ещё. Мне понравилось. Хочу ещё кого-нибудь сделать. Так, вот, Lada 2108. Нет, Lada 2101. 300 рублей. Ладно. Ладно, хер с тобой. 300, так 300. А, заявка уже принята кем-то другим. Так, ну ладно, давайте создадим свою заявку. Там, допустим, 150 монет. Вот так вот, да? Не сильно много, потому что мы понимаем, что мы нубы. Мы не особо можем сейчас кого-то выигрывать, поэтому ставки у нас будут минимальными. Так, кто-то вот со мной тут согласился. Я, кстати, замечаю, что кажется, карта быстрее загружается уже, чем в первые разы. И, видать, всё-таки какая-то просто подгрузка идёт. Так, ожидаемо соперника. Не знаю, к чему эти такие долгие заявки за, ну, за ставки. Вроде соперник уже пришёл, раз это окошко исчезло. Так, тут уже нам соперник попался нехилый. Он газанул, и мы в пролёте, походу. Мы вообще в глубоком пролёте. Он уже на финише, а мы ещё даже до середины карты не добрались. Ну ладно, не всегда везёт. Надо, наверное, знаете, что? Надо просто запоминать таких оппонентов. И больше с ними не играть. Просто такой, ага, этого я помню. Этот хорошо играет. Так, что ж. Плюс 10 опыта я всё равно получаю, хоть и теряю 100 рублей. Я не знаю, может быть, мне тут надо, главное, вначале опыт набивать, чтобы там, что можно тут, корчеватель, моторист. Но это просто для установки. А, вот гонщик есть. Гонщик, что мне даёт гонщик? Дополнительных навыков для управления автомобилями. Класс автомобилей на высший F. Не знаю, что это значит. Ну, наверное, это прикольно. Есть работяга какая-то. Позволяет устроиться на более выгодную работу. Бомбилы, таксисты. Давайте работу повысим, чтобы работать хорошо. Изучим работягу. Потому что я чувствую, что в гонках мы будем только просирать свои деньги, поэтому надо их как-то зарабатывать другими путями. Давайте ещё с кем-нибудь, да, потягаемся. Давайте создадим свою заявку. Скажем, ставка 125, да? Ну, чтобы не совсем уж 100. Ну, и не совсем уж 200. Алексей Андронюк. Не знаю, надеюсь, это не тот же водила, с которым я в прошлый раз соревновался. Я не запомнил, как того звали. Посмотрим. Так, кажется, это тот же чувак. Нет? У него, кажется, тоже чёрная лада, тюнингованная, со спойлером. Да, кажется, это тот же чувак. И я сейчас ему опять просру. Он просто сидит тут и ждёт. Когда же какой-нибудь... Слабак. Он мне даже тут маленько фору дал, похоже. Но это меня нисколько не спасёт, ребят. Он там даже притормаживает, по-моему. Видите, да? Он тормозит, чтобы меня сейчас обогнать. Развлекается вовсю. Ладно, я его запомнил, Ник. Андронюк он какой-то там, да? Андронюк Алексей. Всё, мы его запомнили. Сейчас мы ему сделаем большой облом. Смотрите, я сейчас создам заявку. Сделаю так же. 125. Начать. Ну, Андронюк, ты где? Ловись сюда. Я хочу с тобой гонять. А Дмитрий Носарев? Ну, не знаю. С Дмитрием Носаревым я ещё не ездил. Давайте попробуем. А может быть и ездил. Я же совсем не запоминаю. Может быть, Дмитрий Носарев это тот, которого я в первый раз обыграл. Блин, ну Дмитрий Носарев тоже на какой-то чёрной машине. Он хотя бы её покрасил. И у него есть спойлер. Это говорит о том, что он меня тоже сделает. Ну, как пить дать, могу сказать. Он меня сейчас порвёт. Так, у Дмитрия Носарева фальстарт. Не знаю, очень он волновался, видать, вот такого придурка, как я на корыте, обыграть. Но видишь же, что у меня вообще там бампер висит наполовину. Что у меня всё как по правилам отечественного автопрома. Жалко. Надеялся я, что он сделает ещё раз фальстарт. Только это могло бы меня спасти от проигрыша. Теперь меня уже ничего не спасёт. Я не знаю, только если мама его позовёт там какие-нибудь пирожки кушать, и он бросит на полпути. Да он бы и то по инерции, наверное, докатился бы быстрее, чем я. Ну ладно, ничего тут не получается. Короче, с Носаревым и Андронюком мы не играем, да? Давайте ещё одну гонку. Создаём заявку уже с минимальной ставкой 100. Так, Андронюк и Носарев, короче, тех сразу в минус. Так, Юрий Барболин. Ну ладно, Барболин. Барболин, надеюсь, хотя бы ты такой же нуб, как мы. Так, но у него хотя бы машина не тюнингованная. Это меня уже радует. Возможно, он такой же ватник, как я. Что-то он не подключается. А вот, кажется, подключился. Интересно, а мне засчитали бы победу, если бы он не подключился? Так, какую-то ошибку связи мне тут выдают. Но вроде вот всё поправилось. Так, он стартанул быстрее. Но это его не спасёт. Не спасёт? Нет, спасёт, блин. Он что-то там вперёд довольно-таки быстро вырывается. Нечего нам ему противопоставить. Ну, тут хотя бы, я не знаю, ребят, тут хотя бы поприятнее. Это не как вот с тем, который до этого был парнем тягаться. До 100 километров он тоже не разогнался на 3 секунды или сколько там. Ну, на 3 секунды меня обогнал. Ладно, это хоть не так противно. Ну, что ж, даже не знаю, ребята, что это за топливо. Бензин 1,6. А, видать, и вот это количество заездов, которые я могу сделать в день. Ещё один заезд у меня есть, так что давайте. Давайте последний заезд на удачу. Так. Вот есть 21,01 от какого-то Морозова. Но его заявку уже приняли. Есть Николай Рассадников на 21,01. Потягаемся с Рассадником. Так, у него такая же машина, как у нас. Это меня радует. Так, мы его даже обгоняем на старте. Это круто. Но он, меня кажется, тоже догоняет неплохо. Я не знаю, может он передачи лучше переключает. Может я что-то не так делаю. Может мне надо на каких-то других оборотах передачи переключать. Пробуем, пробуем тут что-нибудь маленько выгадать. Он уже по 1,4 едет. Не знаю, может надо было переключаться на 4000 оборотов. Так, чуть-чуть мы его тут на секунду отстаем. Ладно. Это с этим противником мне больше всего понравилось. Не знаю, гонок у нас нет уже. Давайте, можно я тренировку одну пройду? Хочу попробовать. Так, что-то похоже нельзя. Ну ладно, так что, ребят, на этом, наверное, будет все. Один заезд я выиграл, 6 проиграл или как-то так. Что же, давайте, наверное, посмотрим умения. Ни на что нам тут опыта не хватает. Так, ну давайте тогда возьмем нашу машину, да, снимем вот эту ерунду. 19 секунд у нас это займет. Снять самостоятельно. Что-то он то ли тормозит, то ли что, почему-то он не хочет снимать этот фильтр. Подвеска, оборудование, господи, как много тут всего. Что за загрузка карты? Видать, это загружается та карта, которую я хотел проехать до этого. Видать, этот драг батл маленько такой тормозной какой-то, что ли сказать. Ну, как-то маленько коряво сделана игра. Недоработанная еще, но тем не менее, выпущена в свет. Какие-то постоянно глюки происходят. Ну ладно, раз уже загрузились, то поедем. Да, хотел я тут потренироваться, хотел я попробовать, что будет, если я буду переключать передачу всегда при 4000 оборотах. Блядь, какие-то ошибки тут, как всегда, давайте их пропустим. Блин, ну и как мы можем тренироваться вот в таких условиях? Жутко у меня тут подтормаживает, видать, из-за вот этих ошибок, которые выплывали. Так что, не знаю, не заслуживает вот этот тестинга вообще ничего. Время финиша 0, скорость на финише 0, короче, вообще ни о чем и никуда. Так, давайте машина, снять фильтр, будешь сниматься теперь. Отлично, он начал снимать фильтр, займет это всего лишь несколько секунд. 9, 7, 6, 4. Ждем, пока кончится. Что значит ждем, пока кончится? Все уже и так кончилось. По крайней мере, должно было быть. Не, ребят, знаете, что я вам скажу? Ну, не нравится мне эта игра. Не, не, понятное дело, что все прикольно, можно там машину тюнинговать самому, там что-то ездить. Но вот эти вот постоянные ожидания, вот эти постоянные какие-то глюки, какие-то неполадки, блин. Не знаю, они меня совсем не радуют. Не знаю, вот та же игра, я делал, на которую обзор Стальные Войны, там вроде, казалось бы, там можно и вправо свернуть, и влево, и на танках ездить, и друг по другу шмалять, но при этом ничего не тормозит, ничего никуда не вылетает. И даже загрузка карты, которой тебе не надо, просто по прямой от точки А до точки Б доехать, и то быстрее происходит. И нету вот таких каких-то проблем постоянных. В общем, что скажу, разработчики как-то поторопились, видать, выпустить игру в свет, но при этом как-то ее не доработали, не доделали, поэтому постоянно какие-то проблемы, опять какие-то ошибки, опять какая-то ерунда происходит. Короче, отправим мы своего водилу на час поработать, чтобы он нам 980 рублей принес домой. Короче, надо тут либо один раз жать и ждать по часу. Короче, ребят, на этом все, с вами был 11101, если вам эта игра не понравилась, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok